Я решил продолжить наши библейские чтения с книги «Деяния святых апостолов», несмотря на то, что мы не завершили Евангелие в связи с тем, что в последующих текстах посланий апостольских мы будем всегда ссылаться на евангельские места, особенно те места, которые связаны с последними днями жизни Спасителя, Его воскресением. И это одна причина. Вторая причина – в основном священник говорит свою проповедь «Воскресение» на евангельскую тему. И как бы сюжет Евангелия более-менее понятен. И даже если вы обратили внимание, ну, конечно же, обратили внимание на то, что восприятие на слух посланий апостольских, к примеру, деяний апостольских в сравнении с чтением Евангелия, конечно, разница есть большая. То есть нам гораздо легче воспринять именно евангельский сюжет, когда читают священники Евангелия. Во-первых, это в основном идет речь о каком-то событии из жизни Спасителя, Его апостолов. О послании – это в основном мысли апостола. И они на церковно-славянском языке, и, конечно, с трудом усваиваются. Поэтому я как бы пришел к такому выводу. И третья причина – это не так уж много времени, а хотелось бы как можно больше узнать о жизни церковной. И тем более мы будем изучать само богослужение, коснемся истории церкви. А это, конечно, требует времени. То есть мы видим, что мы изучали уже три года только Ветхий Завет и Новый Завет. Конечно, такой вот получается курс пятилетний, понимаете. Конечно, хотелось бы, конечно, погрузиться особенно в богослужение, в понимание того, что происходит за богослужением. Ну, поскольку богослужение построено на Священном Писании, то мы взяли за основу Священное Писание. Ну вот сейчас мы рассмотрим книгу «Деяния святых апостолов». Вы уже приготовили тексты. «Деяния апостолов» написал евангелист Лука как продолжение своего Евангелия. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. В этом первом стихе евангелист Лука обращается к некому Феофилу о том, что он ознакомил уже его через первую книгу, то есть Евангелие, о том, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся. Дав Святым Духом повеления апостолов, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Вот рекомендую обратить внимание ваше на третий стих, которым и явил себя живым по страданию своем, с многими верными доказательствами. в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Этот стих нам повествует о том, что Спаситель раскрывал некие тайны Царства Божьего. И эти тайны Царства Божьего это есть предания нашей Церкви. Я сейчас не буду подробно говорить о предании, что такое предание, чем оно отличается от Писания. Я в свое время на первой вводной лекции говорил к Ивану. Сейчас мне просто хотелось бы обратить ваше внимание на эти слова. Верными доказательствами, с многими верными доказательствами. То есть об этих доказательствах в Священном Писании, в частности, в Деяниях Апостольских, не говорится. То есть есть много такого, вернее, таких доказательств, о которых не идет речь именно в Писании, то есть в Библии. И вот эти доказательства Царства Божьего изложены в предании нашей Церкви. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Обещает Спаситель осуществление того обетования, о котором Спаситель говорил, что вы будете крещены не только водою, но и Духом Святым и Огнем. Спаситель неоднократно говорил о том, что придет Утешитель, Дух Истины. И вот для того, чтобы принять этого Утешителя, а время приблизилось, то им нужно быть вместе. Вот это очень важный момент, который характеризует вообще природу Церкви. Быть вместе. Человек не может один быть христианином. То есть это как некое антиправило. Не может быть христианство вне Церкви. И вообще такого слова Священное Писание не знает как христианство. Вот если вы откроете симфонию, там, где выбраны слова, встречающиеся в Священном Писании, то вы не увидите там слова христианства и вообще слов заканчивающихся на ствол каких-либо других. То есть все это некие измышления. Конечно, мы используем христианство, слово, и в положительном смысле. Но когда я говорю о том, что христианство не встречается в Священном Писании, то я хочу подчеркнуть этим, что христианства без Церкви нет. Существует Церковь. И именно ее сказал Господь созижный. И врата ада не одолеют. Именно это твердыня, на которой человек может строить свою жизнь и в которой человек может жить, это реальность. которую оставил после себя, когда возносил, вознесся на небо Христос, как свое присутствие, потому что он глава Церкви, а Церковь это тело. То есть будьте вместе, не отлучайтесь из Иерусалима. Иерусалим это сакральное пространство, духовное пространство. именно Иерусалим это город, в котором совершались основные события библейской истории, то есть истории спасения рода человеческого. «Но ждите обещанного от Отца». То есть мы видим, что Отец, Он обещает все. Отец является началом всего. всего. А Сын, Он послушно исполняет волю Отца. Он раскрывает волю Отца, но совершает это в церковной жизни Духом Святым. И там, где Отец, там всегда Сын и Святой Дух. не может быть Духа Святого вне Сына Божьего, Христа. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не всеели время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израиля. У апостолов не было четкого представления о том, о чем говорил Спаситель. Во-первых, еще не сошел Дух Святый, который изнутри человека просвещал бы и давал бы постигнуть истину Божию. Во-вторых, они были слишком во многом в своем религиозном представлении зашорены раввинистическими, то есть иудейскими истинами, так называемыми преданиями старцев. То есть эти предания старцев являются неким негативным словосочетанием в текстах Священного Писания Нового Завета. Это значит, что именно раввинистические толкования, они уже были далеки от истины. И когда апостолы спрашивают, не все ли время Господи восстанавливаешь Ты Царство Израилю, то они достаточно четко понимали, что Царство Божие это Царство Израиля. Это когда будут царствовать евреи. И это Царство будет над всеми царствами мира. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своевласть. Мы видим из этого последующего стиха, что Спаситель не отвечает им на их вопрос. Потому что Он понимает ответить таким образом, чтобы они смогли понять, о каком Царстве вообще говорит Господь, они сейчас не могут. Потому что они еще не были просвещены Духом Святым. Этой внутренней Божественной силой. Отец положил в Своей власти. Это не значит, что Сын Божий не знает воли Своего Отца. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Вот здесь Господь снимает некий запрет на проповедь, которую на проповедь язычникам и Самарянам. В Матфея, в Евангелие от Матфея Господь говорит, на путь язычников не идите и в город Самарянский не входите, идите только к овцам Израиля. А здесь Он говорит, когда сойдет на вас Дух Святый, то вы сможете и должны будете быть свидетелями мне в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Вот здесь очень важный момент. Когда Спаситель дал утешение о том, что Дух Святый в скорости сойдет на них, Он тогда восходит, поднимается в глазах их на небо. И когда они смотрели на небо во время восхождения, его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Ему восходящим на небо. Можно себе представить обстоятельства, атмосферу, в которой оказались апостолы, когда Спаситель на глазах у них начал подниматься на небо, возноситься на небо. Они, конечно же, пришли в некое состояние оцепенения. То есть, это настолько было потрясающим для них зрелищем и огромным впечатлением для их души, что они стояли буквально оцепенев. Именно греческий глагол говорит об этом. Что это состояние некое даже медицинское, когда человек обращает внимание на что-то необычное, то он как будто отрешается от всего, что происходит вокруг него. И вот сколько прошло времени, Священное Писание нам не говорит, но в данном случае идет речь о том, что мужи в белой одежде, то есть, эти мужи на самом деле ангелы, они сказали, ну что вы смотрите и стоите на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящий на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. То есть, это все рядом с Иерусалима. А субботний путь это две тысячи шагов. Субботний путь это путь, когда евреи находились иудейские, простите, в пустыне, в египетской пустыне и станом располагались, когда то скиния находилась в центре этого стана. И вот расстояние было таким от скинии до самой окраинной палатки иудея две тысячи шагов самое большое расстояние. Это значит, что они не должны были покидать стана в субботу. Они могли проходить только от дома к храму, к переносной, к переносному храму скинии. Две тысячи шагов. Это чуть больше может быть километра. И вот расстояние было в данном случае субботнего пути. Вот и на Афоне сейчас часто говорят не в километрах, немножко другая мера, а говорят вот три часа хоть бы там от такого монастыря к такому-то пять часов или десять часов. Вот здесь измеряется шагами. И вы все знаете такое слово, часто встречающееся в нашей повседневной жизни шабашка. Вот слово шабашка оно связано как раз с евреями. И вот с чем это связано. Это связано с тем, что евреи в субботу не имели права работать. И вот там, где они жили, к ним нанимались какие-то вот скажем люди, скажем у нас там наши украинцы, русские. И вот эти работники, которые работали у евреев в субботу, назывались шабашниками. То есть шаббат, шаббат-суббота. То есть шабашка это временная работа, которая была только рассчитана на субботу. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. с некоторыми женами и Марией, Матери Иисуса и с братьями». Вот единодушное пребывание в молитве и молении так, как сказал Спаситель. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. «Он был сопричистен к нам и получил жребий служений всего, но приобрел землю неправедную уздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Ну, вот у нас есть древнее свидетельство у некоторых святых отцов относительно смерти Иуды. в частности у Игнатия Богоносца, это Второй век. Апостол Иуда, после того, что он совершил предательство, он решил полезть в петлю, и предание говорит, что ветка, на которой он решил повеситься, она треснула, оборвалась, и он упал, он не смог повесить. Таким образом, Господь дал ему возможность именно покаяния. и он заболел страшной болезнью водянкой. Он настолько водянка разнесла его тело, что его даже глаз не было видно. И тем не менее, эта болезнь, она его невразумела. И однажды, когда он проходил в какой-то узкий проход, он незринулся, упал, и его чрево расселось. То есть, он с трудом мог передвигаться. То есть, есть именно такое предание, причем это святоотеческое предание. То есть, это предание говорит именно о любви Божьей, в частности, к апостолу, Иуде, который совершил страшное предательство. Но, к сожалению, он этой возможностью не воспользовался. И он приобрел землю неправедную мздою. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что, земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть, земля крови. В книге же псалмом написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем. Это в результате стало кладбищем, земля, которая была приобретена за эти сребреники. И там погребали странных, то есть, людей, которые не были иудеями, то есть, не исповедовали иудаизм. И достоинство его допримет другое. Итак, надо бы, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двух Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи истит двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения, и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. То есть мы видим, что свято место не должно быть пустым, и достоинство этого места должен принять другое, согласно пророчества ветхозаветного. И причем они избирают необычным путем, жребия, из числа семидесяти апостолов, апостолов Иосифа и Матфея в число двенадцать. То есть двенадцать апостолов – это очевидцы земной жизни Христа. и путем жребия они просят, чтобы Господь показал им. Именно так нам говорит этот текст. «Семьдесят» тоже были очевидцы. Да, но двенадцать апостолов – это первые апостолы, которые были от начала. Нам известно, что последующие избрания апостолов, семьдесят апостолов, они были уже избраны Божьи. Но, видимо, вот эти апостолы, именно Иосиф и Матфей, не Матфей, а Матфеи, что-что? Нет, это не евангелист. Тот Матфей, а это Матфей. И нет, это неправильно. Во всех текстах Матфей. Матфей. На И Матфей. Здесь Матфей. Не знаю, это неправильно. Посмотрите, везде Матфей. Это два разных апостола. Так вот, путем жребия. На тот момент жребий был уместен, и тем более в Ветхом Завете практиковалось вообще именно жребием избирать, путем жребия, вернее сказать, принимать какие-то решения. Брали обычные камешки, писали что-то на этих камешках, потом бросали в подол своей длинной одежды или так. И это считали, тот жребий, который выпадал, считали его именно волей Божьей. И вот в данном случае выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Опять вместе и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. Вот эта вторая глава нам раскрывает новую эпоху в жизни апостолов это эпоха рождения церкви. Именно с этого стиха, с этой второй главы начинается история именно церкви. Само слово церковь греческое состоит из двух слов «эккалео», «экклесия». на еврейском языке «кагал». Так вот, «эккалео» буквально «вызывать». То есть в Священном Писании очень часто идет речь о том, что Господь призывает. Мы даже часто говорим о призвании, о призвании человека к какому-то образу жизни, к какому-то пути определенному. Так вот, слово церковь встречается 110 раз в Священном Писании. Это очень важное понятие. Именно о церкви мы в основном и будем говорить в последующих текстах, о которых мы будем исследовать. Потому что вне церкви нет спасения. Потому что именно церковь это реальность, которая является реальностью присутствия Христа через церковь. Господь совершает таинство и таинства преображают жизни человека и делают его жизнь жизнью христианина, то есть последователя Христа. Внезапно сделался шум с неба. Как бы вот здесь это слово как бы от несущегося ветра нам указывает на то, что ничего чувственного не произошло. То есть это не было ощущение ветра, а шум как бы от несущегося ветра. Вообще момент чувства имеется ввиду ощущений скорее, потому что если мы говорим о чувствах и об ощущениях, то это совершенно разные понятия. Ощущение это то, что относится к области телесных ощущений, а чувства это то, что относится к области душевной. Так вот, святые отцы очень часто в своих аскетических опытах предупреждают об опасностях доверия христианами к какому-то чувственному опыту восприятия благодати. Они говорят, не доверяйте, если вы чувствуете какое-то, что-то физически ощущаете, вот как бы благодать физически ощущает человек. То есть он чувствует что-то, какой-то ветер, он думает, вот какое-то особое веяние благодати. Это очень опасный путь. Это не значит, что Бог не может влиять на чувства человека. Но именно эта область, она самая нестабильная, тело человека очень легко может быть подвергнуто влиянием сатанинским. Именно он может действовать на человеческое тело как некая форма сжатого воздуха. И вот человек впадает в какие-то особые состояния прелести, то есть ему очень нравится, начинают нравиться какие-то ощущения, сатана начинает приводить в движение, как говорит часто Игнатий Бринчанинов, кровь и нервы. И вот человек получает какие-то приятности, вот эти приятности могут быть для человека очень пагубными, не просто пагубными, а погибельными для его жизни. Поэтому здесь идет речь, а как бы ветли, но на самом деле этого ветра не было, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся язык, опять-таки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. То есть это огонь, но в то же время это не огонь, это как бы огонь. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, сякого народа под небесами. Я сейчас пока не буду говорить вам об этих языках, потому что это будет целое послание Коринфянам, первое послание, и там достаточно подробно этот феномен будет объяснять апостол Павел, потому что было неправильное понимание коринфскими христианами дара языков. Сейчас только нужно отметить, что этот дар языков, это был дар знаний иностранного языка. То есть человек не учился языку, он получал знания другого языка как дар от Бога для того, чтобы они могли распространять истины, евангельские, спасительные истины, очевидцами которых они были по всему тогда цивилизованному миру. А цивилизованный мир не такой уж и большой был того времени. Это основный мир Римской империи. И каждый дарькостол знал несколько языков, да? Совершенно верно, да. То есть он знал... Все, которые были, он совсем мог общаться в то время. Да, понимаете, то есть мы можем совершенно однозначно сказать, что он знал греческий язык, потому что греческий язык это был язык международного общения в Римской империи. Мы не исключаем того, что он знал латынь, потому что латынь это был тоже государственный язык Римской империи этого времени. Конечно, сирийский язык знали, потому что проповедовали и другие языки, потому что апостол Фома по преданию проповедовал среди Индии проповедовал. Поэтому знание языков было, конечно, разнообразным и с другой стороны это было какое-то не совсем ограничивающееся знание просто филологией. Понимаете, потому что если мы скажем, что это было, скажем, знание языка как носителя языка, это будет не совсем правильно. Конечно, он мог говорить на, скажем, том же греческом языке коренной еврей, не учившись греческому языку, но опять-таки разве мог бы быть такой успех его проповеди, если бы этот дар не был еще чем-то пропитан, насыщенным. То есть с этими словами входила благодать божественная в сердце этих людей, она касалась сердец и умов слушающих. вот мы встретим дальше, что приняло три тысячи человек после проповеди Слово истины. И это даже вот человек, который владеет языком, своим языком владеет, и ему порой очень сложно достучаться до своего же соплеменника. Часто мы говорим, ну я же тебе говорю на русском языке, ну почему-то не понимаешь. То есть очень сложно друг другу людям понять. Поэтому дар языка это дар именно в том формате, в котором изначально замышлялся язык, как средство от сердца к сердцу, от ума к уму. То есть совершенно было другое качество языка. Оно настолько было проникновенным, глубоким, идущим именно глубином человеческого существа. 120 человек. В частности нам указывает вот видите 120 человек. То есть были да, конечно. То есть кроме апостолов были еще и женщины. Вот здесь тоже идет речи. так вот в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Но имейте ввиду, что это не японцы, не китайцы и не ацтеки. какими-нибудь или индейцами. То есть это в основном были евреи, эллинисты. Эллинисты это не эллины. Эллины это греки, а эллинисты это евреи, которые жили в пространстве греческого языка, эллинистского языка. То есть имейте ввиду Римская империя. И не только евреи, но и язычники, принявшие иудаизмы. То есть они назывались эллинисты. Так вот, они пришли на праздник Пасхи и на праздник Пятидесятницы, Ветхозаветной Пятидесятницы. Пятидесятница это праздник, когда еврейский народ на Синае получил закон десять заповедей скрижали Завета, Ветхого Завета. И вот они приходили на этот праздник, но нужно заметить, что Пятидесятница Ветхозаветной в данном случае совпадает с Новозаветной. потому что Пасха христианская тогда совпала с воскресением Христов. И вот сейчас эти народы, вернее, эти люди называются всяким народом под небесами. То есть это так называемая Эйкумена. Эйкумена это мир Римской империи. Ну а империя, как нам известно, она является именно вместилищем достаточно большого количества больших и малых народов. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятении, ибо каждый слышал их говорящих его наречия. То есть шум как бы от ветра привлек внимание людей, которые были в огромном количестве тогда в Иерусалиме. «Ибо каждый слышал апостолов говорящих его наречия». И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилея не. «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Это очень важные слова, они очень четко, определенно говорят о том, что дар языков, языков, он именно является даром знания чужих наречий, то есть чужих языков. Потому что, вы знаете, существует секта, которая называется Пятидесятники. И вот Пятидесятники утверждают, что они в собственной Пятидесятнице. Понимаете, у Пятидесятников есть очень такая сложная схема принятия Бога. Первый шаг называется покаяние. Второй шаг называется рождение свыше. Рождение свыше это когда Пятидесятник говорит «Я родился свыше». Почему? Потому что внутри себя я услышал голос, что ты спасен. И раз я уверен в том, что я спасен, значит произошло мое рождение свыше. И после этого рождения свыше он должен принять водное крещение, они так называют. Водное крещение в сознании Пятидесятника не является таинством. это является только символом это действие. Когда человек погружается в воду, он как бы умирает для жизни прошлой и рождается для жизни новой. Потому что он родился предварительно свыше. И после рождения свыше, вернее сказать после уже водного крещения, у них существует другой этап, который называется крещение Духом Святым. И вот крещение Духом Святым по учению Пятидесятников это когда он в момент молитвенного собрания Пятидесятников впадает в состояние экстаза, транса и начинает произносить какие-то слова. И вот если взять эти слова и проанализировать то мы поймем, что нет ни одного языка в мире на котором с которым бы он совпадал тот язык на котором который изрекают или как это можно сказать пятидесятники в момент их пятидесятнических родений. это называется крещение Духом Святым когда вот они именно ощутят вот эту в ней когда начинают говорить этими языками. Это крещение Духом Святым понимание. Но мне конечно хотелось бы и я думаю что мы об этом еще конечно же поговорим с вами потому что пятидесятники это секта которая очень и очень распространенная в у нас на территории Украины России это одна из самых распространенных сект самых многочисленных сект и поэтому мы конечно же должны знать основные вероучительные позиции этих сектантов и мы должны знать как ответить когда они говорят ну а ты рожден свыше а вот я рожден свыше ты крещен Духом Святым а вот я крещен Духом Святым и вот на основании священного писания нужно дать правильный ответ почему их экстаз не является крещением Духом Святым почему это не рождение свыше почему субъективное состояние которое переживает человек не может быть объективной реальностью таинства которое совершает только один Господь но сейчас пока об этом мы говорить подробно не будем опять-таки это будет очень подробно мы будем говорить конечно я буду в деяниях апостольских тоже об этом говорить но в основном это будет послание к коринфянам как же мы слышим каждый свое собственное наречие наречие то есть они слышат что-то знакомое их это смутило они же галилеи не знают они а галилеи это самые непросвещенные темные иудеи именно галилеи в Иерусалиме в элитарном городе говорят другими языками причем не просто говорят а говорят очень умные вещи и это конечно очень удивляет этих людей парфян медиан и ламитов жителей месопотами и здесь перечисляются те люди народы под небесами которые присутствовали из Рима иудеи и празелиты празелиты это обращенные язычники празелиты это же те же эллинисты эллинисты празелиты это одно по сути одно и то же просто празелиты более универсальное слово вот к примеру если человек который крещен в православии и его сектанты какие-то обратили в свою веру то этот человек называется празелитом кретяне аравитяне слышали их нашими языками говорящих нашими языками говорящих о великих делах божьих и изумлялись все и недоумевая говорили друг другу что это значит а иные насмехаясь говорили они напились сладкого вина петр же став с одиннадцатью возвысил голос свой и возгласил им мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме сие да будет вам известно и внимайте слова мои и они не пьяны как вы думаете ибо теперь третий час дня третий час дня это девять часов утра в переводе на наше время потому что мы читаем третий час в церкви шестой час девятый час это имеется ввиду вот третий час соответствует девяти часам утра а следовательно двенадцать часов это уже будет шестой час понятно то есть постража так а что это значит девять часов утра ну как то вот один человек говорит вот вы знаете я начал уже по утрам пить ну то есть если уже человек с утра выпивает это уже говорит о том что он алкоголик потому что уже весь день как бы он не сможет нормально полноценно провести а для иудея до девяти часов утра то есть до третьего часа дня это было время посвященное Богу приносились утренние жертвы в Иерусалимском храме совершались молитвы утренние молитвы и никто не имел права вкушать до этого времени и пить и поэтому он говорит что третья часть дня поэтому о чем вы говорите но это есть предреченное пророком Иоилем и будет в последние дни говорит Бог из нее от духа моего на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши то есть здесь пророк Иоиль говорит о том что настанет такое время последние дни так вот под последними днями здесь нужно понимать время нового завета то есть это не значит что последние дни вот как часто говорят последние дни последние времена то есть имейте ввиду что последние дни последние времена понимается и в буквальном смысле то есть как время перед концом света но также это и время Нового Завета вообще. И вот будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, то есть не только сыновья, потому что Ветхий Завет – это патриархальное вообще время, но и дочери, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Здесь много сказано. Вот на что нужно обратить внимание. О том, что будут те люди, на которых снизойдет Дух Святый, они будут пророчествовать, они будут видеть видение, они будут видеть сновидение. И вот для того, чтобы понять эти слова, то, конечно же, нужно прежде всего понимать традицию нашей Церкви. То есть вне традиции Церкви невозможно понять эти слова. Иначе тогда скажут, ну, мне что-то приснилось, ну, давайте тут, значит, подумаем. Вот, значит, мне приснилось, значит, это так. Нет, вы знаете, мы должны четко понимать, что это сновидение не просто, вот, знаете, я проснулся, и вот очередная информация откуда-то. Вот, я должен обязательно кому-то слить ее в уши. Это неправильно. Когда идет речь о сновидениях, то идет речь об излиянии Духа Святого, как о даре, о даре Божьем. А для того, чтобы получить дар Божий, для этого мы прекрасно понимаем, для этого нужно вести определенный образ жизни. Мы помним, что снились сны многим, но мог только Иосиф Прекрасный в... Вы помните, истолковать в Египте фараону сон его. Только он смог это сделать. Поэтому нельзя ни в коем случае воспринимать сны как некий канал информации полезной, что бы там ни приснилось, все можно объяснить по соннику или бессоннику. Это совершенно мы должны исключить. И вот когда в 19 стихе идет речь, «Покажу чудеса на небе вверху, и знамение на земле внизу, кровь и огонь, и бурение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь», то мы видим, что здесь пророчества очень грозные, страшные пророчества о том, что произойдут некие метаморфозы в мире. И когда идет речь о последних временах, то это значит, что эти последние времена они будут иметь осуществление не в каких-то определенных днях, а что эти вот уже две тысячи лет в последние времена. Две тысячи лет мы живем в последние дни. То есть это история последнего завета, имейте в виду. И этот последний завет называется вечным заветом. В отличие от тех ветхих заветов, которые были, помните, и с Авраамом был, и с Моисеем был завет, и с Ноем был завет. Вот те ветхие заветы, они были заветами, которые готовили к этому завету, к вечному новому завету. И вот мы живем в последние дни, то есть в пространстве этого нового завета, последнего. То есть это пророчества апокалиптические, то есть имеется в виду уже о последних временах. Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но опять-таки мы можем сказать, ну всякий призовет имя Господа и спасется, да? Но мы можем сделать такой простой вывод, только не зная традиции и не зная опять-таки Писания. Мы всегда должны читать Священное Писание в контексте всего священного пространства. И помните другие слова. Не всякий говорящий Господи, Господи, войдет в жизнь вечную. А здесь говорится, только призвав имя, спасется. То есть получается, призвать имя тоже нужно правильно. Тоже нужно понимать, чего и Бог от нас ожидает. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея Мужа засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув гузы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собою Господа всегда, ибо Он, одеснуя меня, дабы я не поколебался, оттого возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде. Вот это очень важная надежда. Это прекрасные слова, потому что Ветхий Завет, это Завет, который говорит о том, что человек уходит в ад. Ветхий Завет не говорит о рае. Почему он не говорит? А потому что стал с огненным мечом Серафим у двери рая. Изгнан был человек из рая, и все понимали, что они лишены этой возможности после смерти уходить в рай, даже праведники. Но здесь Давид говорит, ибо ты не оставишь души моей в аде. Вот это надежда, которую же сам Господь дает человеку. И не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать пути жизни. Но эти слова являются также и пророчеством о Сыне Божьем. О том, что он не увидит тления, то есть он воскреснет. Потому что мы знаем, несмотря на то, что эти пророчества были сказаны Давидом, но Давид умер. И вот сейчас вы увидите в последующем тексте. Ты исполнишь меня радостью перед лицем твоей, мужи и братья. Да будет позволено с герзновением сказать вам о правотце Давиде, что он умер и погребен. И гроб его у нас до сего дня. То есть он говорит, что он пророчествовал о том, что не дай мне увидеть истление, но он все-таки умер. И все-таки он увидел его тело истление. Потому что, говорит, гроб-то среди нас здесь рядом. И нужно заметить интересную деталь, что кто был в Иерусалиме, то Сионская горница, где по преданию именно произошло сошествие Святого Духа на Апостол, и там, где была совершена тайная вечеря, именно в том месте находится гроб Давида. гробница Давида. Именно там евреи поклоняются царю Давиду. Хотя многие утверждают, что она утеряна. Это как бы символическая гробница. Будучи же пророком, и зная, что Бог, склятывая, обещал Ему от плода чресла Его воздвигнуть Христа во плоти, посадить на престоле Его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его во аде, и плоть Его не видела тления. То есть, Он в данном случае объясняет это, что это семя Давида, Христос, Он воскрес, Он не увидел тления, согласно пророчеству самого пророка Давида. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, то есть, видите, очень важный момент. Вот возвращаемся к этой мысли. Почему был избран в 12, число 12, апостол Матфей? Что мы видим? Он сказал, апостол Петр, в своей проповеди, чему мы все свидетели, что Он воскрес. Понимаете? То есть, из первых уст идет речь о том, что Христос воскрес, не я от кого-то узнал, а я сам свидетель Его воскресения. В смысле, не того, как это произошло, а самого факта воскресения, потому что никто не видел самого воскресения. Они уже общались только с воскресшим Христом. Поэтому и нет канонической иконы в православной церкви, где бы показывалось воскресение Христа из мертвых. Есть неканонические иконы. Когда, помните, из гроба стоит Христос со знаменем, помните? Такие живописные иконы. И вот как бы сброшена плита с гроба. Это неправильная икона. Человечество не видело воскресения. Самого факта, вот как это происходило. Самого как бы механизма воскресения. Церковь знает о том, что апостолы вошли в густую гробницу и потом уже увидели воскресшего Христа. И поэтому каноническая икона, вот всегда, когда день воскрес, у нас каноническая икона воскресения, но это на самом деле сошествие Христа во ад. То есть она просто символически объясняет именно, что произошло, когда он был во гробе, что он сошел во ад и разрушил двери ада, помните, там двери. То есть, конечно, это образ двери, потому что на самом деле это совершенно другая реальность, без дверей и без окон. Но, так вот, чему мы все свидетели? Вот очень важный момент. То есть видите, какой сильный аргумент. «И так он был вознесен к десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Вот когда вы слышите слова относительно того, что Бог воскресил его, о том, что Бог вознес его, то вы не должны, так сказать, пугаться и ну как же так? Ну это же может быть, ну он, если Бог его воскресил, следовательно, он сам не Бог? Если Бог его вознес на небо, значит, он сам не Бог? Это неправильно. Просто он говорит иудеям. Иудеи не способны, даже апостолы многих вещей не способны были понимать. И он говорит, приспосабливая свою мысль, свое слово именно к пониманию слушающих. Именно так нам объясняет Иоанн Златоуст, в частности, значит, подобные места. Но в других местах идет речь о том, что он сам своей силой воскрес. Но когда даже мы говорим о том, что его воскресил Бог, потому что эти места очень нравятся свидетелям Иеговы, они говорят, ну он же тогда был творение, раз его Бог воскресил. Они же не исповедуют Троицу Пресвятую. Они говорят, ну Бог один, вот, а Сын Божий, Он тварное существо, это реанкарнация архистратига Михаила, там и так далее. Так вот, мы должны четко понимать, что даже если и эти слова буквально попытаться понять, то все равно это будет верно и адекватно выражено. Почему? А потому что Сын Божий, Он пришел исполнить волю Отца. А раз Он пришел исполнить волю Отца, то и Отец, все, что совершается в жизни Сына, совершается через волю Отца. Поэтому Он Его воскресил, потому что воля в воскресении Сына лежит в основе воли Отца. Отец является началом всего. Не потому, что в Сыне нет этой силы воскресить Себя из мертвых. А именно потому, что Он послушен Отцу даже до смерти, смерти креста. И точно так же Он послушен Ему и в воскресении. И вот это самое трогательное в христианстве, что это не просто какие-то, скажем, равноправные Боги, Отец, Сын и Святой Дух. Они даже называются единым Божеством, три лица. Потому что они настолько едины. И едины не только по природе, но едины прежде всего через послушание Отцу. И поэтому все, что происходит в жизни Сына и Святого Духа, все начинается в воле Отца. Это у нас, понимаете, только дети выросли и уже крылышки раз-раз, понимаете, все, и им уже неинтересно, что их думают и говорят их родители. А здесь нет, здесь до конца. воля Отца вот, что прежде всего является основой жизни для Сына. Поэтому мы четко должны осознавать этот текст и понимать его. Отец начало, а Сын послушное исполнение этого начала. равнозначности. Что-что? Равнозначности. Равнозначности. Нет, равнозначности. Да, дело в том, что они, значит, потому что есть так называемая ересь субординоциализма от слова субординоция. А дело в том, что когда даже мы говорим о том, что Сын послушается Отцу, то это не значит, что Отец выше Сына. Ни в коем случае так не понимаете. Иначе это будет ересь вот этого самого субординоционализма. Такая ересь была в первые века в церкви. Это заблуждение. Они равны. Но просто Сын всегда послушается и Святой Дух Отцу. Вот это очень важная мысль. Как и скажем Отец, Мать, Дети, они по человеческому достоинству равны. Разве можно сказать, что младенец он не до человек в сравнении с отцом или с матерью? Но именно в чем вся красота семейной жизни? В том, что существует иерархия. Иерархия, но это иерархия не природная, что кто-то выше, а кто-то ниже. Что мужчины, знаете, как евреи часто молятся, благодарю Тебя, Господи, что Ты меня не сотворил женщины, понимаете? Но и много других можно, понимаете, услышать. Так вот, представьте себе, какое, понимаете, отношение к женщине, как, понимаете, к человеку другого сорта, другой вообще, понимаете, другого качества, понимаете, природа. или как евреи считают так называемые мужикаббалисты, то есть, я имею в виду не евреи до Рождества Христова, именно в пространстве Богооткровенной религии, а уже так называемая средневековая каббалистика, когда они благодарят Бога, что их Он не сотворил боями, то есть, имеете в виду, значит, какими-нибудь там украинцами, или русскими. Итак, Он был вознесен в десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса. Вот видите, он здесь еще один аргумент приводит. То есть, если это пророчество о Давиде, то он-то не зашел на небеса, но сам, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, до боли положу врагов твоих под ножи ног твоих. И так твердо знай весь дом Израиля, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. То есть, вот эти очень важные аргументы, их нужно правильно понимать для своей веры и также для того, чтобы объяснить тем людям, которые не понимают правильно веру. Услышав это, они умилили сердцем, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вот здесь очень важная последовательность в духовной жизни. покаятись, то есть, они спрашивают, а что нам делать? Вот вы знаете, очень важный момент. Мне хотелось бы об этом моменте немножко больше сказать. Приходит человек, к примеру, в церковь и говорит, вот что нам делать, мужи и братья, или там в основном жены на свечном ларьке. Вот что нам делать? И ему говорит, ну вот знаешь, заплати там таксу на свечной ларек, сколько там, 50 гривен или сколько. И потом, значит, иди там вот крестик, купи свечку, иди и совершай крещение. Батюшка крестит. А здесь он говорит, нет, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Покаяние требует, это вообще покаяние метанои, метанус, греческое слово. Метанус – это менять ум, нус-ум. Нужно изменить свой ум. А ведь, когда приходит человек мирской, у него ведь как сформирован ум? Скорее покреститься. Скорее покреститься. Так я же, как бы с этим имею дело очень часто. Пришел человек, и что? Причем, когда ему говоришь о том, что ну покаетесь, наивный батюшка, за что, что ты говоришь, о каком покаянии? Батюшка, сколько это стоит? И дайте побыстрее, чтобы процедуру нужно побыстрее сделать. Или как они еще там? Дайте, батюшка, давайте обряд сделаем, вот побыстрее там, как вот, чтобы мы там успели к столу, вот, потому что там кумовья, сватья, все собрались уже. Тут лишь покаетесь. Смотрит так снисходительно человек на батюшку. О чем вы говорите, батюшка? Да мы же, основной аргумент, сразу же человек говорит, так, а я же русский человек, а чем вам еще батюшка нужно? То есть, это очень серьезный аргумент, скажем так, для некоторых, относительно того, чтобы принять крещение. Ну, раз я русский, значит, и православный. Но это ошибка. Апостол позже скажет, памятник, что во Христе нет иудея, во Христе нет элина, то есть грека, скифа, раба или свободного, все во Христе едины. То есть, во Христе мы как бы теряем свою национальность. Не потому, что мы теряем уважение вообще к своему земному отечеству, а потому, что мы рождаемся духовно, то есть, рождаемся в самом главном, во Христе. И вот, когда идет речь о том, что покаетесь, то есть, измените свой разум, но чем можно изменить свой разум? Можно изменить свой разум только истинными христовыми. Словом Божьим можно изменить. Апостол нам говорит, Павел, что мы должны наполнить свой разум здравыми смыслами евангельскими. Но для того, чтобы наполнить свой разум здравыми смыслами, что для этого необходимо? Для этого необходимо их просто прочитать, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего, говорит апостол. Но если человек не хочет слушать Священное Писание, апостол совершенно уверенно говорит, я знаю, в кого я уверовал. Это значит, что нет и намека о слепой вере. Он верит, потому что он знает, кому он верит. Он знает Христа. А сейчас спрашиваешь человека, ну а вы верите в Бога? Ну конечно, говорит, в космический разум, в селецкий разум. Да, говорит, и в Магомета верю, и в Аллаха, и в Буду одновременно. Чего только человек не придумает. Но на самом-то деле, когда его начинаешь подводить, а верить в Пресвятую Троицу и во Христа, ну а что это такое? Это что, Спаситель, Матерь Божия Николай Уходник Троица? Вот, пожалуйста. Как говорит, Тройничок же продается в церкви? Там Спаситель, Матерь Божия и Святитель Николай. Матюрка и Солица. Что-что? Матюрка и Солица. Вот-вот. Поэтому-то и есть Троица. Представляете, какое заблуждение? Это все потому, что человек не желает знать своей веры. Он чего только не желает знать. Вот такую стопку газет дедули, понимаете, на последнее зрение просматривают. А бабули, понимаете, все сериалы по телевизору последние. А вот чтобы открыть текст Священного Писания, почитать и узнать, да что же там, понимаете, за Троица-то такая? О чем вообще говорит в Православной Церкви? Священник, например. Поинтересоваться. И вот когда идет речь о том, что покайтесь, то идет речь о том, что ты должен Словом Божьим, которое ты читаешь, ты должен менять свой ум, свой разум. Потому что ведь наш разум очень прагматичный и коммерческий, как правило. Или он, наоборот, очень суеверный. Вот бывает человек очень в жизни активный такой, знаете, очень, но внутренний он совершенно беззащитный. Вот человек часто приходит, вот человек, скажем, такой достойный, приличный, и говорит, вы знаете, батюшка, тут меня, наверное, сглазил кто-то, какую-то порчу на меня наслал. И трепещет, как осиновый лист этот человек. А все почему? А потому что у него нет правильного представления о том, что на самом деле это никогда не подействует, если человек, верующий в Бога, если он живет правильной жизнью церковной, на него никакие сглазы, порчи не подействуют. И поэтому получается, что человек может быть весьма успешным в жизни своей, в каком-то материальном смысле и так далее, но совершенно беззащитным внутренне, потому что не изменен этот разум духовно, потому что он не знает духовных истин. И вот когда человек покается, то он должен присоединиться к духовной реальности. И вот эта духовная реальность, она называется церковью. И ни в коем случае мы не должны путать церковь с христианством. Как я уже говорил, что христианство, такого слова в Священном Писании не существует. Христианство – это то, что создают люди. Христианство – это их представление о Христе, о Боге. А церковь – это реальность, которую Бог создал. Он сказал, соси жду церковь мою, и врата ада ее не одолеют. И вот почему мы постоянно говорим о церкви, как о спасительной ограде. Если человек вошел внутрь церкви, то он всегда себя будет чувствовать защищенно в духовном смысле. Вот каждый из вас пусть проанализирует свой путь к Богу. И вы помните, когда вы приходили в церковь, то у вас были те же представления и сглаз, и порча, и сновидения, и так далее. И всему этому вы придавали огромное значение. И вы всего этого могли бояться, страшиться. Но когда вы стали верующими людьми, когда вы стали исповедоваться, причащаться, читать молитвы, поститься, вы на это не обращаете внимания. Почему? Потому что вы вошли внутрь церкви, в эту защищенную Богом реальность духовную. Но для того, чтобы войти в эту защищенную Богом реальность, которую сам Бог сделал, это очень важно понять. Не человек сделал эту реальность. Потому что вот некоторые говорят, ну вы знаете, а вот мы тоже церковь. К примеру, 50, не тут говорят. А вот мы церковь. А я говорю, хорошо, а вы не напомните мне свое историческое происхождение? В каком вообще веке вы появились на свет Божий? И они, конечно же, скажут, ну вот мы появились в 19 веке, или в начале 20 века. И тогда нужно сказать им, хорошо, а когда точно Христос приходил в 20 веке? Вы не напомните время? Вы не напомните год в 20 веке, когда было именно Рождество Христа, затем Его жизнь, и затем смерть на кресте, воскресение, вознесение, Пятидесятница. Но если этого всего не было, значит, то, что появилось в 20 веке, оно создано не Богом, потому что Христос пришел 2000 лет тому назад. И календарь наш говорит нам ежедневно об этом. От Рождества Христова. Какой ход? 2010. 2010. Следовательно, если появляются какие-то христианства уже позже, начиная, скажем, с 11 века, то есть католичество появилось в 11 веке, в 1054 году, и затем от католичества протестантизма и всевозможность 16 века, начиная от Лютера, так получается, что эти церкви уже создавали люди. А раз что-то создает человек, то может ли это что-то, созданное человеком, иметь такую прочность, которую врата ада не смогли бы одолеть? То есть вся мудрость адская. Да, конечно же, человека там можно одолеть, а потому что человек, нам известно, смертен, он впадает в заблуждение, ошибки и так далее. Следовательно, невозможно спастись в этой реальности, которую создает человек, потому что эти христианские церкви, так называемые, они как политические партии. Вот политическая партия, это человеческое создание. Да, это человеческое создание. Но политическая партия, в отличие от этих церквей, она не претендует на спасение души человеческой. Она только озадачена какими-то проблемами насущной, так сказать, земной жизни. И поэтому она как бы имеет свое мнение и так далее. То есть они объединяются по признаку, скажем, решения каких-то, скажем там, материальных проблем, политических проблем и так далее. Но христианство, так называемое лютеранское христианское, христианство, или баптисты так называемые, они пытаются именно своей организацией, которую они создали, спасти душу человека. своим мнением, своим представлением. Но какое бы ни было совершенное мнение человеческое, оно всего лишь человеческое. И только Божья, Божья благодать, которая посетила апостолов 2000 лет тому назад, то, о чем мы только что с вами говорили, сошел Святой Дух на апостолов, так называемый праздник Троицы, Пятидесятницы, которая нам указывает на то, что произошло 2000 лет тому назад. Бог создал Церковь и сказал, созижду ее, и врата ада ее не одолеют. Вот в чем для нас огромное утешение о том, что есть созданность Божья, не только человеческая. Вот это для нас очень важно отметить. И вот крещение, о котором говорит сейчас апостол Петр в своей первой проповеди, после сошедствия Святого Духа на апостолов, он говорит, что покайтесь и креститесь. То есть крещение вводит человека именно в эту церковь. Без крещения невозможно войти в церковь. И поэтому некоторые люди, приходящие для того, чтобы принять крещение, они представляют себе крещение как проходную дверь. Не входную дверь в церковь, а проходную. Почему проходную? А потому что человека спрашиваешь, а зачем вы хотите креститься-то? И он отвечает. Ну, конечно, бывают разные ответы, но бывают совершенно примитивные, как я уже говорил. Ну, мы же русские, ну, мы же вроде как должны креститься. Ну, все крещеные, родственники наши крещеные. Но нужно человеку четко понимать, что если я крещусь, то я только вхожу в дверь. В дверь церкви. И я должен там остаться, и вся моя жизнь внутри церкви должна пройти. И если я крестился, но я вошел и потом вышел, и потом меня, знаете, как я говорил уже, в Греции называют таких крестьян колясочниками. Потому что первый раз привозят их на коляске крестить, второй раз кортедж на колесах, чтобы венчать, и третий раз катафалк, чтобы отпеть. Вот такие колясочники, понимаете, на самом деле не являются людьми церкви. Потому что самое главное нужно понять, что когда я вхожу в церковь, то церковь это тело Христова. Именно так определяет его апостол. Он говорит, церковь это тело Христа. А глава этого тела сам Христос. И следовательно, когда я вхожу в церковь, то я становлюсь частью этого организма. Вот как внутри тела, там есть много клеточек. Вот точно так же мы становимся вот этой клеточкой внутри этого организма Христа. Поэтому церковь это богочеловеческий организм. Богочеловеческий это значит, что это не только человеческое учреждение, как я уже говорил в сравнении, к примеру, с партией или общественной какой-то организацией. Церковь это единство, причастность по апостолу Петру человека божественного естества. То есть единство человека и Бога. То есть церковь это вот эта реальность, где происходит это объединение. И вот докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. То есть мы видим, что Господь призывает каждого человека и ближних и дальних и вы получите дар Святого Духа. Вот как нам приятно порой получать какие-то дары от человека. Ну конечно мы можем говорить, что ну да вот там скажем проявить какую-то скромность, но эти дары человеческие, они всего лишь человеческие. И то, что может радовать сейчас, проходит какое-то время, это уже не радует или мы просто забываем об этом. А то, что дано самим Духом Святым Богом этот дар является неким динамичным даром. Динамичным даром это значит, что мы получаем маленькое семя, маленькое семя, если так скажем говорить на языке количественном. Но если мы возогреваем в себе этот дар Святого Духа, если мы в себе этот дар пытаемся и молитвы возогревать, и соблюдением заповедей Господних, и постясь, и посвящая Храм Божий, творя добрые дела, то этот дар становится большим внутри человека. Он как огонь начинает охватывать всю жизнь человека. И мы видим, вот что смог делать, скажем, тот же Иоанн Кронштадтский. Вы помните, он тоже был обычным мальчиком, потом он стал студентом, потом он стал молодым священником, и как он постепенно на глазах возрастал, и в кого он вырос, в какую меру он вырос. Это все потому, что это дар, это семя взросло внутри этого человека. И так множество других людей, и эти дары Святого Духа, они различны, как говорит нам Писание, об этом я немножко поговорю позже. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. То есть мы видим, что в данном случае апостол говорит, что церковь и есть некий род развращенный. То есть не все люди могут оказывать положительное действие на человека. Есть те люди, которые могут оказывать какое-то пагубное действие на душу человека. Вот к примеру сейчас, когда мы видим по телевизору всевозможных извращенцев, ну как можно этот род назвать? И причем происходит культивация каких-то негативных качеств души человеческой. И вот от этого рода развращенного нужно убегать, уклоняться. Иначе и сам человек, как говорит апостол, худые сообщества развращают даже очень хорошие нравы. Бывает мальчонка хорошая девчонка, вот в школу ходит, значит, родителей слушает, уезжает какой-нибудь институт и приезжает непонятно что с человеком произошло. Развращенный человек, а потому что эти сообщества в общежитиях и там что там творится, и мы видим, что мы потеряли может быть даже сына или дочь. и потом многому приходится тратить сил, и то не всегда это может закончиться положительно, чтобы спасти эту душу заблудшую. Поэтому нужно спасаться от развращенного рода, как говорит апостол. И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. Но это не значит, что три тысячи человек крестились в этот день. Конечно, во-первых, в Иерусалиме, в самом Иерусалиме, где была проповедь апостола Петра, нет такого огромного количества воды. Это во-первых. Во-вторых, говорит апостол, что нужно покаяться. А покаяться это совершается определенный процесс. Даже Иоанн Креститель совершал так называемую тевиллу. Когда подходил к нему человек, он исповедовал свои грехи и затем погружал его в Иорданские воды, для того, чтобы простились ему грехи в будущем, когда он примет Христа. И увещавал, так, простите, присоединился, и так охотно, и так охотно принявшие слово ему крестились, и вот здесь очень важные слова, на которые обратите внимание, 41 стих. «И присоединилась в тот день душ около трех тысяч». Присоединилась. То есть, я сейчас этот момент хочу вам подчеркнуть. Что значит присоединилась? Вот если говорят определенные сектанты относительно того, что ну вот у нас лютеранская церковь, вот у нас баптисты, пятидесятники, адвентисты, вот у нас создана эта церковь в таком-то году, то нужно им напомнить, что церковь невозможно создать новую, к ней можно только что присоединиться. Потому что эту церковь, эту реальность создал Бог, а то, что создал Бог, невозможно повторить человеческим усилиями, можно к этой реальности только присоединиться. Это очень важная деталь. И они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть, мы здесь слышим не учение Христа, а учение апостолов. То есть, по сути, как такового учения Христа нет, есть учение апостолов. В чем же разница, скажете вы? А разница следующая. Потому что самое главное, что говорил Христос, это, по сути, было осуществление всей его жизни. Господь учения не дает, Христос учения не дает своего. его. Если мы попытаемся сообразить, а какое, собственно, учение это было на страницах Евангелия? Не было там никакого учения Христа. Есть только учение апостола, учение церкви. Почему? Потому что именно в жизни Христа основной предмет его проповеди был он сам. То есть центром его проповеди была его личность. Он сказал о том, что я пришел уже по воле отца своего, исполнить волю отца своего, оказать послушание отцу своему, и что вы должны повиноваться мне, потому что я ваш спаситель, и яды мою плоть, и пияй мою кровь, когда идет речь о Евхаристии, тот будет иметь жизнь, и я его воскрешу в последний день. Я есть истина и путь. И вот когда Господь даже говорит о том, что познайте истину, и истина сделает вас свободными, то он под этой истиной понимал себя я есть истина, я есть путь. Следовательно, предмет проповеди это он сам а учение никакого Христос не дает. Дают учение апостолы. То есть они начинают объяснять то, что совершил Христос, то, что значит его личность для человечества. Вот о чем идет речь. Учение Церкви существует. Это очень важная деталь, и мы на это будем обращать внимание в последующих текстах. И вот в учении апостолов пребывали в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть в общении само слово литургия на греческом еще языке есть кинония. И если часто грек подходит и говорит батюшка я вот хочу причаститься, то он скажет киноно значит общество значит кино и вот когда значит здесь идет речь в общении преломлении даже вот часто говорят даже наши люди я хочу батюшка приобщиться то он когда говорит о приобщении то приобществе общество слово общество вот вот это общество кинония в общении имеется ввиду преломлении хлеба и вот это словосочетание преломлении хлеба Общение это всегда обозначало Евхаристию. То есть центром церковной жизни является сам Христос через таинство причастия, через таинство Евхаристии. Это очень важный момент для сектантов, потому что сектанты отрицают таинство Евхаристии. Вот этого как раз преломления хлеба. Но они как бы принимают, да, говорят, но это символически нужно понимать, то есть это не таинство. Я сейчас об этом не буду остановить внимание ваше, потому что об этом тоже будем в посланиях апостольских очень подробно разбирать. Был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Чудес и знамений и страх на всякой душе. Думайтесь, что, какое, вернее, впечатление произвело апостольская проповедь и то, что сошествие произошло. Страх. Вот мы часто говорим страх Божий. Что такое страх Божий? Страх Божий это не боязнь паука, не боязнь змеи. То есть это не тот страх, который приводит, так сказать, человека, вот как говорят, как мурашки по коже. Страх Божий это совершенно, это благоговение, огромное переживание за свою вечную судьбу. Вот моя жизнь, она угодна Богу? Бог примет эту жизнь или нет? Вот я называю себя христианином. А Богу угодна она или нет? Пророк Исаия сказал, наше добро, наши добрые дела перед тобой, Господи, как запачканная одежда. Вот угодна эта запачканная одежда Богу, примет ее Господь или нет? И вот страх. Все начали задумываться о спасении. Оказывается, не так все просто. Но с другой стороны, становится как бы просто, потому что есть Христос, есть Спаситель, который любит человека. Знамения, чудеса. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб относительно имущества. Но у нас же частная собственность. И нужно заметить, что даже последняя социальная концепция православной церкви, она издает статью о частной собственности. И нужно заметить, что церковь защищает частную собственность. То есть церковь как бы не придерживается, может показаться, святоапостольского принципа о том, что все было общее. Почему? На каких основаниях? Даже монастырия частной собственности. Так вот, если мы посмотрим, значит, общежительный монастырь. Что такое общежительный монастырь? Он называет именно общежительный. Так называемая киновия на греческом языке. Опять-таки, вот мы сейчас, значит, вот эти два слова. Киновия. Потому что есть так называемый идиоритмический монастырь. Их практически нет, этих монастырей. Но они... Вот у нас в Русской Православной Церкви есть только один идиоритмический монастырь. Это Фроловский монастырь в Киеве. Больше в Русской Православной Церкви такого монастыря нет. То есть, они живут по отдельности. Как бы на одной территории, но у каждого своя, как бы, квартирка. Они в этой квартирке живут, посещают крам, но общий трапезы, то есть, как бы, да, то есть, они, как бы, добывают хлеб насущенный, скажем так, самостоятельно. Конечно, какая-то помощь там, сруно, как бы, существует, но тем не менее. Значит, это так называемый идиоритмический. То есть, идиос – это свой в переводе. Вот. Идиот – слово. То есть, идиот – это не в том смысле в нашем. А, значит, почему именно идиосвой, то есть, ну, своеобразный, то есть, необычный, скажем, вот-вот, ему присущий. Вот есть такое филологическое и философское слово «идиома», когда вот какое-то выражение необычное. Идиосвой, идиоритмический. Так вот, в Греции существуют еще идиоритмические монастыри. Тоже их очень мало, но они существуют. Так вот, важный момент. Если мы сейчас попытаемся понять, что значит общее. Нет, вы знаете, мы, наверное, все-таки сейчас одну секундочку, чтобы, я не знаю, если мы не дойдем уже до этой главы, то я тогда попытаюсь сейчас кратко объяснить. Значит, будет в пятой главе про Ананию и Сапфиру. Значит, вы читали, да, об этом? Так вот, там идет речь о том, что он тоже продал свое имение своей женой. С Ананией, ну, то есть, Ананией продал Сапфирой, женой своей имение, и принес апостолу Петру это имение, деньги. Но они согласовались между собой утаить какую-то часть. То есть, вот они продали, скажем, получили там, скажем, 10 тысяч шекелей. И, значит, пять принесли, а пять утаили. И вот, я думаю, что все-таки, я, наверное, вот этот момент сейчас прочитаю, вот, для того, чтобы, а уже потом в следующей лекции я об этом не буду говорить. Некоторый же муж именем Анания, это пятая глава читаю, с женою своей Сапфирую, продав имение, утаил из сыны, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоем мысли, солгать Святому Духу и утаить из сыны земли, ну, то есть, которую он продал? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? То есть, все твое, это твоя собственность, частная собственность. Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солдал не человеком, а Богу. Услышав сие слова Анания, пал бездыханин. И великий страх объял всех, слышавших это. И встав юноши, приготовили его к погребению, и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его. Не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за сколько, за столько ли продали вы землю? Имеете в виду, за столько, он, вот скажем, пять тысяч принес, да? И он говорит, за столько ли, вот ты видишь вот эти деньги, за столько ли. Он испытывает ее. За столько ли вы продали землю? Она сказала, да, за столько. Что она сделала? Она согрешила. Она обманула точно так же, как обманул ее муж. Но Петр сказал ей, то есть он как бы дал ей возможность не согрешить. Он ее спросил. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? То есть, понимаете, вот здесь очень важный момент. Вот еще раз подчеркивается природа церкви. Что такое церковь? Церковь, это не просто общество верующих, как клуб по интересам. Ну, сегодня вот мы решили тут собраться, поговорить о Христе. Нет. Это именно сошел Святой Дух, и Он как губку пропитывает влага, Дух Святой пропитал членов Церкви через таинство крещения. И вот получается, что если человек врет в Церкви, он врет самому Богу. Но это одна деталь, одна составляющая, значит, этого греха. Дальше мы читаем. Вот ходят в двери погребавшие мужа твоего, то есть его забрали, отнесли на востоке, хоронят в тот же день, когда умер человек. И тебя вынесут. То есть апостол Петр, он же был пророком, и он уже знал волю Божию, что Господь наказывает, пресекает этот грех. Я сейчас поясню, почему. Вдруг она тоже упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою, и вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю Церковь и всеслышавших это. Так вот, в чем же смысл этого вообще происшедшего, этой истории? Помните, в Ветхом Завете мы изучали очень важный момент. Что есть священное? Вот, к примеру, человек принес какой-то предмет, к примеру, книгу он принес, и он пожертвовал ее Церковью. Итак, что произошло, вот факт, как факт разбираю. Человек это посвятил кому? Богу. Если он это посвятил Богу, то с этого момента, то, что он посвятил Богу, оно ему принадлежит или нет? Ему не принадлежит. Но если человек потом забирает то, что он посвятил, то он забирает у кого? У Бога. Вот страшный грех произошел в годы советской власти. То есть начали забирать то, что принадлежит, это пространство, которое принадлежит Богу. Вот, к примеру, храм. Он использовался в каких нуждах в советские годы? Здесь и спортзал был, здесь и экспозиционный зал и так далее. Но обратите внимание, советская, вот говорят, советская империя, это огромная империя была по масштабам и по своей силе. Вы вспомните, какой только научный потенциал был у этой империи, огромный потенциал. И даже до сегодняшнего дня часто говорят, вот наши мозги постепенно уходят на запад, да? То есть настолько мощный потенциал был научный. Обратите внимание, в стратегическом отношении, в научном отношении, мы достигли самых больших высот, но эта империя рухнула. Почему она рухнула? А потому, что с этой империи изгнали Бога. Это вот знаете, как часто говорят? Вы знаете, школа отделена от государства. Или говорят, ну вы знаете, в политику церковь ни в коем случае нельзя. А почему? То есть получается, если в политику, значит, не пускают Бога, то значит, это пространство политики, к примеру, оно безбожное. Значит, там нет содействия Божия к тому, чтобы правильно совершались действия. Если, скажем, в хозяйственную деятельность, коммунальную, нет, вы знаете, или в школьную. Нет, вот в школу нельзя ни в коем случае преподавать основы православной культуры. Значит, получается, что они избрали путь без Бога. А разве может быть образование без Бога? Даже само слово образование говорит об образе Божьем. Образ Божий, человек образ Божий. Но для того, когда образ Божий, он должен еще просветиться. Вы помните Министерство образования и просвещение. Просвещается чем? Свет. Кто является светом? Христос. Он просвещает этот образ, эту рамочку. Вот как икона. Вот она сама по себе не будет иконой, если ее не просветит благодать Божия. Почему мы каждую икону, когда есть икона, мы ее освящаем? То есть мы читаем молитву, чтобы Господь не спасал свою божественную благодать. То есть так и мы. Образ Божий, который нужно просветить. Ты представьте, вот это пространство образования и просвещения. Говорят, нет, нет, Бога мы сюда не пускаем. А потом говорят, вы знаете, у нас там плохо так, вот по школе там какие-то домовые бегают. Батюшка, не освятите ли? Или, к примеру, а вот не помолитесь ли, там, например, говорят какие-то политические деятели. Вы знаете, ну хорошо, но помолиться мы тоже можем. Но может быть вы и прислушаетесь к тому, что думает церковь по этому поводу, относительно ваших политических планов или перспектив и так далее. Нет, нет, вы знаете, вы только тут помолитесь, чтобы нам было все хорошо, а мы будем сами делать то, что мы хотим. Ну, простите, тогда помните вот то пространство, когда Господь изгнал из двух бесноватых гадаринских, изгнал бесов. Помните, Он изгнал их свиное стадо. И вот когда люди, жители гадаринской страны пришли, значит, и сказали, увидели, что изгнал Господь бесов из этих гадаринских бесноватых, они сказали Христу, уйди от нас, уйди от нас. Не то ли самое говорят сегодня те люди, которые говорят, вы знаете, все вот эти, мирская жизнь, это нет, нет, Бога сюда церковь не надо. Вот пусть Боженька живет в храмах, вот ему пусть он в этой квартирке живет, а в остальную жизнь мы Бога не пустим. И какая жизнь тогда возникает? Мы видим, что значит телевидение без Бога, мы видим извращенцам всевозможных, маньяков, убийц, значит, и прочих, так сказать, негодяев, которые получают через деньги эфир и так далее. И что они делают? Они развращают, понимаете, и они губят свои души в том числе. И то же самое в политике. Разве может быть политика нормальной, а политика это строительство полей, это город, строительство города, к примеру. Может ли быть оно нормальным, если человек изгнал из этого города Бога? Вот нет, Бога не признает человека. Может ли что-то нормальное быть? Да не может быть ничего нормального. И вот мы должны четко понимать, что пространство, из которого мы изгоняем Бога, Бог уходит. Потому что, помните, спаситель, когда жители Гадаринской страны сказали, уйди от нас, он ушел. Он смиренно сел в лодку и переправился на другую сторону. И вот если кто-то начинает потом выйти, рвать на себя волосы и говорить, почему все так плохо, почему трубы бесконечно прорывают, и почему, так сказать, у нас постоянно конфликты, и почему в парламенте творится такое, что, понимаете, не приведи Господи, то это все только по той причине. А если бы они верующие были, вот православная церковь, да, вот они верующие, вот они приходят в один храм, они же поддерживают расколы, вы обратите внимание. А раз расколы, значит, будет и политический раскол, потому что и в церкви раскол. Потому что они поддерживают раскол. А если церковь единая, они в одной церкви, и они думают, да что ж нам делить-то, братья, ну давайте будем жить как-то, значит, в одном кораблике плывем. А так получается, понимаете, что захватили этот корабль государственные какие-то пираты. И что же происходит? И поэтому об этом нельзя не говорить, потому что это тоже наше государство. Это не государство, только политиков. Это наше государство. Потому что мы в этой стране живем точно так же, как и президенты, и министры, и так далее, и так далее. Мы все живем на одной земле. И мы такие же, так сказать, земнородные, все мы ляжем землей и навозом для будущих поколений. И вот если мы поговорим об собственности, общей собственности, то я уже завершаю свою лекцию на буквально еще пять минут. Вашего внимания прошу. Значит, продавали имение и всякую собственность. То есть, была ли какая-то специальная стратегия церкви относительно того, чтобы все повально продавали свою собственность? Не было такой стратегии. И нет такого вероучения в церкви, чтобы вы продавали собственность. Нет такого. Но люди настолько переживали благодать Божию, которую они видели. Видите, на всех страх Божий напал. Апостолы творили чудеса, знамения. Такое происходило в Иерусалиме, что давным-давно уже такого никто не слышал и не видел. Да и вообще никто не видел такого. Если потом мы увидим, что апостол Петр пройдет и тень апостола Петра будет исцелять больных людей, он будет только снимать пояс из себя и кому-то давать. И этот пояс будет исцелять, и одежда будет исцелять. И вот когда человек такое видит, то будет ли его сердце в собственности привязано, к материальному? Да он скажет, нет, Господи, спаси мою душу, чтобы мне только не погибнуть. Примем, Господи, мои труды, прими то, что я имею. Но это не было стратегией церкви. Церковь не обязывала продавать и раздавать. Даже когда Христос сказал, если ты хочешь только совершенен быть, то тогда продай и раздай все то, что ты имеешь. Но Христос не сказал, что это условие спасения. Он сказал, если хочешь спастись, то выполните заповеди такие. Но если хочешь совершения, то сделай больше. То есть путь спасения и путь совершенства. Это просто путь развития во Христе, духовной жизни. И вот завершая относительно собственности, что же сделал Анания с Акфирой? Они совершили страшное дело. Они думали, ну на всякий случай, может быть и в церковь, и тут 50% себя оставляют. Пригодится на всякий случай. Ну мало ли, может быть все это пройдет и так далее. И поэтому, чтобы и вашим, и нашим. И помните, как сказал о таком Иоанн Богослов в Апокалипсисе? То есть, или не Господь его устали. Говорит, ты не холоден и не горячий. Как, знаете, в народе говорят, ты не рыба и не мясо. Ты теплохладен. Поэтому тебе и звернуй Иисус своих. То есть, ты просто вот так вот стараешься. Знаете, это как, значит, помните, вот один из персонажей кинофильма снимал погоны, понимаете, все вот. Значит, вот, помните, да? Вот, власть меняется, понимаете? Вот так часто и бывает. Вот здесь то же самое. Вот здесь не произошло покаяние. Он не заменил ум этот человек истинной Христовой. Он с тем же сознанием подошел к Христу. А если не повезет в церкви, то все равно что-то в занычке останется. И вот здесь речь, значит, апостола Петра была грозной. Он сказал, не все ли твое было? Разве я тебе сказал, что ты должен отдать 10 тысяч, которые ты получил с проданного? Все твое и земля твоя. Но ты решил врать. Но кому ты решил врать? Ты Богу и жена твоя такая же, как и ты. И поэтому они умерли. Это было наказание Божие. Смертью, сразу же, внезапной смертью. И они валили. Понятное дело. А куда они могут пойти, понимаете? Если не было ни нотки раскаяния в своем поведении. И поэтому, когда идет речь об монахах и так называемом киновиальном, общежитином образе жизни, когда все общее у монахов в монастыре, то это как раз вот этот путь совершенства. Он говорит, ну если ты хочешь совершенен быть, вот кто-то услышал из нас, да? Он тогда говорит, я хочу быть совершенным. И вот поэтому я отрекаюсь от всего. Почему даю три обета? Безбрачие, то есть даже от семейной жизни отрекаюсь. Отказываюсь от имущества, отказываюсь от своей воли, послушания игумену. И вот это называется общежитинный образ жизни. То есть получается, но не каждый может так жить. И поэтому, когда мы читаем социальную концепцию церкви, канонические, наши канонические правила, то церковь всегда стоит на защите собственности частной. Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай имущества, домов, волок, помните, и так далее. О чем говорит? То есть Господь защищает собственность человека, потому что эта собственность, значит, она является плодом его трудов. Другое дело, если это награбленное, то, конечно, тогда Господь не защищает этого. Но то, что человек заработал честно, Господь будет защищать эту собственность, потому что человек трудился, и, следовательно, он должен иметь упокоение от трудов своих в старости и болезни. И заканчиваю последние стихи. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. То есть настолько было идеально это общество, ранних христиан. Господь же ежедневно опять... Видите, вот последний, все-таки детально не могу не удержаться от этого, чтобы прокомментировать последний стих. Дело в том, что существует католическое учение и православное учение. Кто глава церкви? Вот католическое учение говорит, что глава церкви кто? Папа Римский. А православное учение говорит, что глава церкви Христос. Почему он и называется? Папа Римский, у него даже на тьяре, то есть на головном уборе, литургическом головном уборе написано «Vicari filideus», что с латыни в переводе «наместник Сына Божия». То есть ни много ни мало. То есть Христос удалился, вознесся на небо, и здесь Он наместник. Все. То есть обращаться по всем вопросам ко мне. Поэтому, значит, священники и епископы – это, значит, власть имеющие, значит, совершать таинство. И поэтому, когда православный священник и католический священник совершают таинство, то произносят совершенно разные слова. Католический скажет «Власть мне данную я крещаю» или «Я причащаю власти мне данную». То есть Он это делает, а православный скажет «нет». Другая формула – причащается раб Божий, крещается. Кем крещается? Не мной, а Богом. То есть Бог совершает таинство, а я только Ему служу. Ну а поскольку Папа римский делегировал, поскольку он наместник, вот, до Второго пришествия. Ну а, конечно, протестанты не могли согласиться, вернее сказать, католики. Они до XVI века, индулигенции, крестовые походы, охоты на ведьм, значит, и так далее, и так далее. Все это безобразие, начался протест внутри католичества. И вот католики, протестанты сказали «нет, значит, вообще никакого главы церкви». Все мы, значит, маленькие главы, все мы, так сказать, можем толковать священное писание так, как мы хотим. Вот, все мы безгрешные, все мы святые. Вот, и поэтому мы видим, что, значит, католики, вот, вернее, протестанты, это, собственно, дети своих родителей, католиков. То есть они еще хуже стали. Если в католичестве только один Папа римский, то в протестантизме все Папы римские. То есть все имеют абсолютную, так сказать, да, что хочу, то и ворочу. Поэтому я хочу сегодня создать очередную секту, я создам очередную секту, и буду, так сказать, создавать свое вероучение и говорить, а все это написано здесь. И прочитать какое-то слово, соединить с другим словом, и получится, конечно, то, что они хотят в результате. Так вот, мы здесь видим в последнем стихе такие слова. Господь же ежедневно прилагал спасаемых, не спасенных, не в совершенной форме, а спасаемых к церкви. То есть кто прилагал к церкви? То есть к телу своему? Сам Господь. Он глава церкви. Не проповедники затаскивали за руку где-то там Лавяна-Ленинская, значит, в свою секту очередную. А Господь прилагал спасаемых к церкви. Спасаемых. То есть к телу. Ну вот на сегодня мы прошли две главы, хотя было в планах семь глав пройти. Как всегда. Вот. Так что, ну там будет, может быть, побыстрее маленько. Вот. Так что читайте последующие главы Деяния Святых Апостолов по третью главу. Что такое, которое мы говорим? Да. Дело в том, что я сейчас отмечу очень важную деталь. Значит, нам известно, что первые храмы, первые храмы православных, они назывались икосами. Икос. Икос с греческого языка это дом. Дом. Да. То есть икосы. Это потом, значит, появляется уже базилика, к примеру, там, да. Базилика, она появляется уже в легализированной по сути церкви, то есть 4 века у Константина. Вот. А у катакомбной церкви были так называемые, в катакомбах они служили по домам икосы. Так вот. По домам, потому что приходы были маленькие. И они, эти приходы были где-то у богатых каких-то, значит, христиан. Богатые христиане, они располагали определенной жилплощадью. Именно в этих самых таких больших помещениях совершались именно евхаристии. Преломлять хлеб, это значит, совершалась евхаристия. В определенных, конечно. Мы будем говорить, там будут очень по тексту, вы будете видеть, что это не просто где-то кому-то что-то захотелось. Это была четкая иерархия и так далее. Мы уже даже сейчас видим. А потом, вернее, еще прочитаем в одном из мест, что никто не смел присоединиться к ним из посторонних. То есть, церковь, это очень определенное понятие. Это четкие границы. Это только тот, кто вошел в церковь, значит, через таинство крещения, через определенный путь испытания и так далее. Вопросы? Спасибо, Господь. Спасибо.